Сегодня Вадим Мартынюк – молодой художник, подающий большие надежды. В честь его работ, да и его самого, организована выставка картин в США, в городе Сакраменто. Люди подходят, улыбаются, выражают свое почтение его таланту. Но все это очень необычно для него. Трудно поверить в доброту, в существование человечности, если до 13 лет этого никогда не испытывал. Вадим родился в семье алкоголиков. Родился обычным, здоровым и любознательным ребенком. Родителям было не до него, и чтобы не опекать маленького сына, они посадили его в бочку. Обычную бочку, в которой засаливают капусту на зиму. Это место служило ему манежем, да только высокая стена бочки закрывала от него весь окружающий мир. Так и рос этот маленький беззащитный человек в своем мире, и пожаловаться ему было некому. Пребывание в таком манеже привело к тому, что слабый позвоночник ребенка деформировался, мышцы ног атрофировались и отказались оказывать поддержку при ходьбе. В этой семье родилось еще два ребенка, девочки. Дети постоянно были голодными, брошенными. Но жители деревни серьезно обеспокоились, когда увидели, что младшая сестренка, пятилетняя Таня, носит брата в школу на своей спине. Родителей лишили родительских прав, и детей распределили по разным детским домам. Сиротскую жизнь никто не может назвать легкой, но каково было Вадиму осознавать, что в 15 лет после окончания интерната ему придется переехать в дом престарелых, где дети жили 2-3 года и умирали от депрессии. С такими мыслями жил Вадим до тех пор, когда в один удивительный день ему позвонили его новые родители, и жизнь полностью поменялась. Он и не подозревал, и не мечтал о такой заботе и любви, какую оказал ему Бог. Ты первый раз в Соединенных Штатах находишься, да? Уже сколько ты здесь? Уже месяц. Месяц. Да. Какую ты, так скажем, разницу заметил, такую, что бросается в глаза между Америкой и Украиной? Меня тут возили, ну, возили в Сан-Франциско. Там и подъемы, и лифты везде. И на второй этаж, и вниз, куда хочешь, я могу, ну, самостоятельно. Ну, двигаться, нету никаких ограничений. В Украине этого нету, конечно. Вот часто говорят, родина там, все-таки Украина, мы там выросли, мы там родились. Что ты об этом думаешь? Для тебя это что-то значит, или ты бы согласился сюда переехать? Ну, если Бог даст, и будет такого, я бы, конечно, сюда приехал. Потому что, ну, я считаю, там, где хорошо, там, и родина. Ну, да. Ну, да. Ну, Вадим, у тебя, конечно, в жизни было много всего сложного. Мне кажется, что на такую короткую жизнь так много оскорбей, даже как-то пропорционально не соответствует оно справедливости, так скажем. Но все-таки у тебя сейчас есть родители. Неродные родители. Как ты сам вообще в себе вот расставил вот эти моменты родные, неродные? Мы сейчас говорили родина. Вроде бы земля родная от слова род, родина, родители, да? А ты сам сказал, наверное, родина там, где хорошо. Ну, я так своих родных родителей, ну, не помню и не знаю, как оно было. Почему тебе больно об этом говорить? У тебя же сейчас очень хорошие родители. Ну, вот, мама Лена, ты ей открываешься? Ты с ней можешь поговорить по душам или? Ну, я больше открываюсь к Богу. К Богу, да. Он уезжал, он приезжал вообще так под виноград и стоял там по полдня и смотрел как в одну точку. Ну, я, честно, я не психолог, я не знаю, что происходило в душе этого ребенка, но меня просто настолько давила жалость. И однажды я как бы посмелилась, как бы осмелилась сказать, спросите у него, говорю, тебе, наверное, тяжело, когда ты смотришь, что ребята бегают. Он говорит, нет, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Говорит, я не переживаю, я привык к своей жизни, я просто живу. И Бог просто сказал, ты не жалей его, ты люби его, такой, как он есть. Просто за это время просто недоверие таки к людям. Да. То есть ты не веришь как в таковую доброту. Ну, оно просто заложилось. Что нет добра, да? И нет любви. Есть, конечно, есть добро и любви. Просто я не могу раскрыться человеку. Вот просто поговорить. Ну, ты же веришь в любовь. Ты же видишь, что эти люди Василий и Лена сделали, да? И не только для тебя, для твоих сестер, для всей вашей семьи. Ты же веришь, что Бог это сделал, правильно? Да. Да, всякий Бог. Только Бог. Ну, все равно поговорить, чтобы поговорить, я тут с ним и могу, ну, просто порассуждать над чем-то. Но не о личном. Ну, не о личном, да. Ну, почему? Ну, я не знаю, вот так. А ты чувствуешь, что тебе хочется открыться, как бы, вот, есть в этом потребность? Ну, и когда я открылся, ну, уже сказал Богу все о молитве, ну, у меня такой потребности в человеке, ну, нет. У тебя получилось с Богом, да? Диалог получился, да? То есть ты на самом деле веришь, что Он тебя слышал, слышит? Как ты это знаешь? Я просто это почувствовал. А что ты почувствовал? Душевную свободу. Душевную свободу. А свободу от чего? От чего освободилась душа? От гнева. И нелюбви. Ну, презрение такого до людей. Вадим, если ты можешь набраться мужества, расскажи, что такое интернат? Вот я ни одного дня там не был. Я никогда не пойму, что это такое. Как точно так я не могу понять, что такое тюрьма. Это какое-то закрытое пространство. Это какая-то своя атмосфера. Это, если хочешь, какая-то аура, вообще другой какой-то мир. Что такое интернат, вот в котором ты жил? Это полно злобы и ненависти до людей. Почему именно злоба? Ну, потому что, ну, никому не доверять и злые, и те же, кто находится в интернате, обижают слабших. То есть, там никто не исцелен, да? Душа не исцелена ни у кого. И непрощение к родителям, оно выливается злостью на других людей. И многие просто унижают, особенно, ну, я и еще там, потому что я еще тогда был меньше, и, ну, и я, и мои друзья страдали. И вещи, которые мне мама Лена привозила, они забирали, и я не мог ничего сделать. То есть, это такая система, да? Которую ты не можешь победить в одиночку. Она уже имеет свои законы. Да. При всем том, что у тебя было такое тяжелое детство и интернатовская жизнь, скажи, Вадим, можно ли к этому привыкнуть? Можно ли приучить свою душу вот к такому состоянию или к таким, ну, душевным страданиям? Или душа отказывается привыкать к такому? Душа все равно тянется к любви. Конечно, душа тянется все время к любви. Но за долгие годы, допустим, ну, человек привыкает, что, ну, его каждый раз унижают. И иногда мне казалось, что я уже привык к этому. Но все равно я искал любви. Когда мы сели в машину, и вот тогда я в зеркало, я за рулем был, я в зеркале увидел его счастливые глаза. Когда мы ехали в машине, для него это было как бы побег из плена. Да. Это как с концлагеря. Вадим, ты провел много времени один, сам с собой. Наверное, большую часть своей жизни и своих размышлений ты был сам с собой. Наверное, не так много было людей, с которыми ты много-много говорил. Может, и говорил много, я не исключаю этого. Но самое сокровенное, самое то, что люди открывают, допустим, дети, когда они плачут. Вот у меня двое детей, да. Вот они многословны. То есть они много-много говорят, когда они обижены, допустим, да. Они возмущаются, у них очень слезы градом текут, они что-то рассказывают. Вот. Зачем они это делают, дети? Ну, чтобы в ком-то сильном, добром, это отец и мать, найти понимание, найти поддержку, найти защиту, найти ласку, нежность, любовь, утешение. А как ты? Как ты в эти моменты, когда у тебя было очень внутри больно, как ты справлялся с этим внутренним чувством? Ну, я не знаю. Кому ты шел? Ну, у меня не было ни родителей, ни того, кому я мог бы доверить. Ну, просто, когда нас забрали в интернат, ну, во мне много просто обида такая. И я просто закрылся в себе и смотрел на людей. Ну, для меня мир казался жестоким. О чем тебе сложнее всего говорить или думать? О детстве. Ты же сам сказал, что ты не помнишь своего детства. Ты узнал о своем детстве со статьи, да, которая была в газете. Ну, какая твоя была реакция? Во-первых, почему ты не помнишь? Как ты думаешь сам лично? Почему ты ничего не помнишь до 10 лет? Ну, возможно, из-за этого стресса, который был. И, ну, для меня это, наверное, ну, я так думаю, не влажилось в мою детскую голову. И, наверное, ну, таки обвал был в памяти. Ну, в статье там я обычно знал про батьков и про себя, как я воспитывался. И, ну, что мои родители, когда были в алкогольном стане, садили меня в бочку. И, как бы, я там не мог развиваться. Для меня тоже это был шок. Ну, как бы, вместо манежа его держали в бочке. Вот сейчас же манежа есть для детей, где они могут там играться, игрушками. А его держали в бочке, чтобы он далеко не заходил. Чтобы было, скажем, им возможность куда-то уйти из дома, и он никуда не залез. Вот и все. У меня просто перестали работать ноги, ослабело тело. Из-за недоедания, из-за недвижимости я не мог развиваться, как нормальный человек. И из-за этого я перестал ходить. Ну, очень сильно истощилось тело, слабое. И из-за этого, ну, у меня непрощение к ним было. Но, вот, с Божьей помощью их простил. Но ты ни матери, ни отцу не имел возможности сказать о том, что ты их простил, да? Ну, может, да, Господь встретится с ними. Я им это скажу. К нам приходили в детский дом христиане, и через них я покаялся. И принял водное хрещение у них там же. И тогда я начал молиться, чтобы Бог дал мне семью. Хотя я уже знал, что у моих сесёров уже есть семья. И, ну, сам себе думал, что это нереально. Но читал Библию и, ну, думал, что для Бога ничего нет невозможного. И верил в это. И молился. И прошло, ну, немного времени, как ко мне приезжают мама Лена и тату Вася. И предлагают мне быть в их семье. Это для меня было огромное чудо. А, ну, это... Это большая радость. И в этой же семье уже были твои сёстры. То есть они предложили тебе присоединиться в эту семью, да? Мои сёстры рассказали обо мне, потому что они не знали, где я. И я не знал, где они. И они рассказали и по статье. Статья называется «Детство уборщище». И по этой статье, как бы, меня нашли. Потому что когда нас забирали в интернат, нас разделили. Хорошо, Вадим, ты рисуешь. И надо признать, у тебя хорошо получается. Это каким-то образом влияет на твоё чувство достоинства, вот, самоуверенности? Ну, я не чувствую, что, ну, какой-то успех или, ну, какое-то призвание, ну, что признают художники, что я талант. Почему ты этого не чувствуешь? Это же факты. Ну, потому что я знаю, что это Божий дар. И Он мне дал. И, ну, я не могу, как бы, принять славу, как бы, Божью себе, что это я, такий герой и такий талант. Хорошо. А сам процесс работы, вот, в момент рисования, ты сам себе отмечаешь, что у тебя получается, тебе самому нравится процесс. Что ты чувствуешь? Когда я рисую, я, ну, я просто, такое чувство, что меня нету. То есть, настолько тебе нравится? Картина сама рисуется. Я просто смотрю потом, ну, сам, ну, не верю своим глазам, что так вот получилось. То есть, вот, сам процесс, ты получаешь радость, да? Ну, просто такая радость. Ну, я начал рисовать 10 лет, ну, и оно, как бы, меня отвлекало от всяких... В страданий твоих. Да. И я рисовал много, рисовал днями, рисовал. И просто уходил где-то в мечтах. Душа человека была заперта в темнице. Просто от самого детства до 10 лет это была темница. И вот, когда он начал рисовать, эти краски на картинах, они были темные, столбы деревьев, они были толстые. Эти рисунки такие были, ну, я видела, ну, не видела в этом какого-то таланта такого. Он рисовал лучше, чем рисуют дети, но все такое темное. И вы знаете, когда приходил Божий свет в его душу, он разгорался, он разгорался. И эти рисунки, они показывали солнце, они показывали небо. И вот один рисунок, где просто я смотрела на этот рисунок, там много туч, собралось много туч, и там сзади туч пробивалось солнце. И очень много вот этих лучей солнца, оно мне точно показало душу нашего Вадима. Я понимаю, Вадим, что ты, ну, очень так скромно открываешь свое сердце, потому что не можешь, не можешь прикасаться к той, вероятно, боли, хотя Бог очень много сделал в тебе. Это видно, что ты действительно освободился от тяжести, от груза. И, ну, как я понимаю, как мне кажется, вообще смысл пришел в жизнь. Вот ты рассуждал над таким понятием, как смысл? Ну, ну, да. Ну, вот Бог появляется в поле твоего зрения, да? То есть, значит, есть смысл, и хотя бы будущее наше, настоящее, его втручание, вмешательство в твою жизнь, ответ на твою молитву. То есть, как бы все обретает какой-то смысл. Или не так? Да. Ну, конечно, когда я был в интернате, у меня не было мечты. Ну, не было таких мечт, потому что, ну, не было такого, чтобы здесь поездить, посмотреть. Ну, было, ну, закрыто было это, всем было это закрыто. А ты вообще сам думаешь, мечта – это важно для человека? Конечно, это очень важно. Просто мечта, она как бы дает жизнь, жить дальше. И потом, когда я попал в семью, и я понял, что у меня есть перспектива, что я могу развиваться в моем таланте, который мне Бог дал. И, слава Богу, у меня была такая мечта раньше – объездить весь мир, ну, путешествовать. И, слава Богу, благодаря Богу, и вам. Нечты сбываются. И я сейчас в Америке, ну, это Божье чудо, что Бог так ведет, то вспоминаю, где я был, и как Бог ведет. Ну, слава Богу. Вадима, ты представляешь, как много есть людей на земле, которые в Америке живут, ездят на машинах, объездили уже полземного шара, и они не считают, что это Бог их благословил, что Бог вообще здесь при чем-то. Ну, я не знаю, им просто закрыто, и там... То есть, ты веришь, что это не без Божьего участия, ты веришь, что это ответы на твои молитвы? Да. Ты так веришь? Конечно, Бог... Ну, я не знаю, как объяснить словами, но... Это Бог. Это Бог? Да, это Бог. Жизнь Вадима изменилась, когда Бог для него стал отцом и другом. Он ждал переселения в дом престарелых после окончания интерната, а Бог подарил ему родителей и открыл в нем удивительный талант. Пять дней в столице Калифорнии, в городе Сакраменто, проходила выставка работ Вадима, а также других талантливых художников и фотографов из разных стран. Одновременно с выставкой был открыт фонд помощи детям-сиротам прикосновения под девизом «Раздели свой мир с другим». Все средства от продажи картин перечислены в помощь талантливым детям-сиротам в страны СНГ. Бог взял ребенка из бочки и сделал его источником благословения другим несчастным детям. Благополучие обретается не в уединении, не в обладании чем-либо и не во власти как таковой. Обычно благополучие приходит к нам тогда, когда мы начинаем служить людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok